МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бойцы отработали мастерство лёжки-снайпера и маскировки. Для достижения наилучшего результата снайперы работают в парах. Для работы в паре нам нужно как оружие дальнего действия, снайперская винтовка СВД, так же ВСС используем для более ближнего боя. Почему работаете в паре? Расскажите подробнее. Это необходимо для того, чтобы корректировать огонь, так как номер один, который совершает выстрел, не может видеть выстрел или может не заметить. Когда второй номер корректируют, куда, что ему поправку сделать. Далее бойцы приступили к отработке техники ведения боя в городских условиях. В программе налёт на базу условного противника. В ход пошла боевая техника. БТР-82 и лёгкие манёвренные вездеходы помогли личному составу быстро и почти бесшумно подобраться к вражеским позициям и перейти в наступление. Пока вооружённые противники охраняли свою базу, бойцы добрались до вражьего логова и с блеском выполнили боевую задачу. Мы стараемся на каждом занятии, чтобы все вот эти действия были на 100% приближены, как оно будет на самом деле, приближены к боевым. Отрабатываем здесь на учениях и потом в дальнейшем выполнение боевых задач в разных точках. Вражеские позиции удалось обнаружить быстро. В этом разведчикам помог жилет. На груди бойцов целый комплекс разведки и управления и связи «Стрелец». С помощью устройства можно связаться со спутником и определить местоположение. Конкретно этот комплект разведчика-оператора. То есть здесь есть прибор дальномерный, угломерный, который сможет определить координаты до цели. Также он сможет сфотографировать эту цель, снять видео. Военные сборы продолжатся до пятницы. За это время офицерам необходимо сформировать методику работы подразделений разведки в качестве диверсионных групп. Виктория Черкова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.